Насколько действительно эта волна живой силы, она серьезная, она очень сильно мешает, опять же, продвижению, повторюсь. Она очень серьезная. Ее вы никогда не дооценивали. Смотрите, давайте называть вещи своими именами. Мы искусственно подражая российскому телевидению, проецируем на наше общество публику о том, что они ни к чем, и тупоголовые, чмобики, мобики, орда какая-то непонятная. Да это вообще не так. Посмотрите на ту же группу Вагнера, у вас куча видео сейчас из Ростова. У них точно такая же бронетехника, как у нас. У них экипировка не хуже, чем у нас. Они тактически подготовлены не хуже, чем мы. У них те же пикапы с теми же пулеметами, у них системы ПВО. Это абсолютно нормальная военизированная армия, прошедшая бои, которая работать умеет, поверьте мне, еще и как. Наши силы равны, только их больше. У нас, да, есть более высокоточное оружие, которое нам дают сейчас наши партнеры, но их больше, и у них не менее оружия. Нельзя недооценивать их не даже танки Т-34, потому что 600 танков Т-34 закопают в ДОТ и выставят пушки. Это бронированные пушки, которые сами передвигаются. У нас тут иногда минометов 120-х не хватает. Поэтому нельзя их недооценивать. Они развиваются, они точно так же используют воздух, как и мы. Их дроновая система не хуже, чем у нас. Их окопные рэбы в некоторых позициях превосходят наши. Ихние ланцеты создают нам проблем не меньше, чем наши свитчблейды. Это серьезное, мощное противостояние. Если мы не будем их воспринимать как врага, а будет, знаете, какой-то... Показываем только хорошее, а не показываем ничего плохого. Ну тогда общество, как сейчас расслабится, у нас наибится и в Одессе дискотеки будут все больше и больше. Потому что все думают, да ладно, это чмобики, что мы их там не перебьем? Если это чмобики, что мы тогда еще не вышли на границы 1991 года? Потому что это тяжелое противостояние. Потому что надо показывать и хорошую, и плохую сторону. У нас война-то народная. И мы не должны от народа скрывать. Мы не должны уподобляться российским пропагандистам, которые со всех каналов кричат «Все хорошо, мы уничтожили уже шесть раз все вооружение НАТО и еще раз уничтожим». Только хорошее показывают. У нас такая же доктрина сейчас идет в телевизионном пространстве. Мы потеряли солидар в серьезных боях. Все, у нас Арестович должен был взять на себя удар, сказать, что в Днепропетровске мы попали в свой дом. Все, все пылесосят Арестовича, забыли про солидар. Зачем делать отвлекающие эти маневры? Не надо. Мы должны говорить правду. Это народная война. Наше общество должно понимать сложности, с которыми мы сталкиваемся. Если мы потеряли в тяжелых боях территорию, не надо из-за политической потери дивидендов скрывать эти факты. Общество расслабляется. Волонтеры расслабляются. Все уходят в свободное плавание, начинают жить своей жизнью, а война где-то там. Нет. Все сложно. Все х***ительно сложно. Абсолютно согласна с вами, Денис. Ну, тем не менее, как говорят майма-теши-майма, в условиях войны не всегда можно говорить правду, я так понимаю. А я не согласен полностью. Нужно говорить правду. Еще раз говорю, война, в которой участвуют волонтеры, в которой участвует каждая бабушка-пенсионер, дающая свою пенсию на помощь армии, обязана знать правду. Мы обязаны. Я не говорю о том, что мы раскрываем какие-то тактические позиции, но если мы где-то теряем, мы должны об этом говорить честно. Мы же честная страна, мы же не русские. Продолжение следует...